Дискуссия Я хочу, так сказать, начать с самого начала, так сказать, танцевать от печки-лавочки. Я занимаюсь астрологией больше 30 лет. Как я к этому пришел? В 1987 году я возвращался с Санкт-Петербурга, тогда еще был Ленинград, и в поезде купил примитивный гороскоп, отпечатанный на фотобумаге. Через некоторое время я понял, что это моё. До 1990 года у меня никаких сведений по астрологии не было, я даже не знал, что это такое толком. И я стал самостоятельно изучать две оккультные науки. Это хиромантия, гадание по руке, и картомантия, гадание на картах. Я начал изучать через журнал «Крестьянка», ну и другие источники, как мог. И в 1990 году приехал в Полтаву Виктор Мишнев. Я был на его выступлении. Это было 31 августа 1990 года в кинотеатре Полтава. Зал был полон. После трех часов интереснейшей лекции по астрологии я вышел на улицу и понял, что моя жизнь резко изменилась. Я ещё раз захотел встретиться с этим человеком. Моё желание исполнилось, и уже в декабре 1990 года я прослушал в Пединституте цикл лекций по астрологии у Мишнева. Он меня ввёл в астрологию. Общество знания покойное это всё организовывало. Дело в том, что Мишнев по зодиаку близнецы. Так вот, он за неделю дал столько информации по астрологии, что мне в течение всего 1991 года пришлось её разорвать по полочкам. Куда какую. В конце 1991 года я случайно вышел на московскую фирму Зодиака Веста. Её создали ученики Глобы. Я поехал в Москву, предложил им свои услуги. То есть в Полтаве создать филиал их фирмы. Союз уже тогда распался. Директор согласился, господин Журавлёв. Но они оказались плохими астрологами. Не смогли предсказать, что Украина делится от России, что идут в национальную валюту. И что сам Глоба приедет в Полтаву и привёз своего ученика Олега Давыдова. Две школы стало практиковать невыгодно. И, конечно, филиал просто распался. И вот с 1992 года, в следующем году будет ровно 30 лет, я начал официально заниматься этой наукой. Первая моя лекция состоялась 21 марта 1992 года в Полтавской школе номер 10. Это было моё первое выступление в жизни, в день весеннего равноденствия. Эту лекцию я читал по конспекту для старшеклассников, благодаря Татьяне Степановне Гаевой, которая, в общем-то, без документов позволила мне это сделать. Она рисковала, конечно. Да, лекция первый раз, как говорится, блинкомом. Но, тем не менее, я прочитал лекцию, хотя меня перебивали. Было больше ста человек. Но я сказал так, кто не желает меня слушать с вещами на выход, осталось человек 60, я до конца дочитал лекцию, благодаря конспекту. Вот так я попал в астрологию. Потом я уехал в Донецк, там я уже за месяц прочитал больше 10 лекций, начал проводить индивидуальные консультации, работать с эфемеридами. То есть, потихоньку начал постигать азы астрологии. И уже с января 1993 года мне было позволено свыше, благодаря высшим силам космоса, составить первый индивидуальный гороскоп на самого себя. Астрология – это великая наука, ей более 5000 лет. Она так и переводится. Астро-звезда, логос-наука. Наука о звездах. Наука о влиянии небесных светил на все живое на Земле. То есть, то, что мы окружаем, на все это можно составить индивидуальный гороскоп. На велосипед, на автомобиль, ну я не знаю, на это озеро, на это дерево, на вещи, на что угодно. Но в основном, конечно, составляются гороскопы на людей, на конкретные ситуации, на животных иногда. Вот, это то, что заказывают, значит, клиенты. За эти 30 лет мне удалось объехать всю Украину вдоль поперек, включая Крым, с лекциями и с консультациями, гороскопами. Вот, и я объехал, значит, с 99-го года, даже с 2001-го года, можно сказать, я объехал всю Россию. От Брянска до Владивостока, от Астрахани до Мурманска. Ну и, конечно, я был в Москве, в Санкт-Петербурге, читал там лекции, вступал в дискуссии. Потом я побывал в 2007-м году на Байкале. Меня Байкал всегда привлекал. Я там первый раз побывал в 1981-м году. Когда я увидел эту красотищу, ее передать словами невозможно, это только надо увидеть. Когда я был на этом озере, на этой огромной территории, ну, я вот был именно на Слюдянке, это Иркутская область, то, конечно, ел эту рыбу, омуль, которая единственная, только она водится в Байкале, больше ее нигде нет. Вот, то, конечно, я захотел туда поехать еще, еще, еще. Вот, и последний раз я там был в 2007-м году в Слюдянке, я был в Бурятии, в Улан-Удэ, встречался с Верховным Шаманом. Был я в Иволгинском Дацане, это тоже для Бурят очень такое священное место. И после того, как я приехал домой в Полтаву, мне в конце декабря 2007-го года попалась брошюрка. Такой вот каталог книг по черной магии. Я очень этим заинтересовался, вот, и в конце января 2008-го года я поехал к этому колдуну-магу, вот, Ингварду. Накупил у него много книг по магии. Ну, конечно, много я там ничего не понял тогда. Вот, потом я, он меня пригласил в конце 2008-го года уже на цикл лекций, которые состоялись в Харьковском планетарии. Я получил у него в 2009-м году уже диплом, я выбрал любовную магию, то есть зону Тельца, влияние Венеры. Вот, ну и, конечно, я получил уже звание, у меня уже были защищены докторские, потом я уже профессора получил астрологии. Вот, и я уже в 2008-м году проводил ритуалы. Я себе на день летнего солнцестояния наколдовал ведьмочку, и она реально у меня через 7 дней материзовалась. Я действительно с ней познакомился через газету Кола, а буквально через несколько недель она ко мне приехала в гости, осталось у меня жить. Это было реально в моей жизни, это не брехня. То есть магия работает, магия – это тайна природы. Да, конечно, очень много скептиков, но я считаю себя счастливым человеком. Да, 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 сколько людей, столько и мнений. Я считаю себя счастливым человеком, я жизнь прожил не зря. И вот свои 53 года, почти через месяц мне будет 53 года, я чувствую себя счастливым человеком. Конечно, у меня нет огромного материального благосостояния, но дело не в этом. Это все дело наживное. У меня есть дело, которое я люблю, которым я занимаюсь в жизни. Есть смысл жизни, вот, есть, в общем-то, для свой возраст неплохое здоровье. И главное, есть знание, а знание – это сила. Но потом так сложились обстоятельства, что после определенных событий в жизни, в 16-м году я 5 лет назад начал интересоваться рунами, рунической магией. И вот уже 5 лет я занимаюсь рунами, рунической магией. То есть астрология у меня остается, а вот руны я сейчас изучаю. И изучаю очень усиленно, потому что это очень мощная вещь. С помощью рун можно все сделать, вызвать погоду. То есть сейчас солнце светит, через полчаса может дождь пойти. И наоборот. Можно повлиять на здоровье, можно решить финансовые вопросы, можно нейтрализовать врагов, наказать их и так далее, понимаешь? То есть это очень мощная вещь. Астрология, магия – это действительно очень сильные вещи. Ну а как официальная наука же не признает астрологию вообще за науку? Ну, дела... Как состыковать официальная с разными людьми? Да, я общался с разными людьми. Вот у меня была встреча в университете во Владивостоке. В 2004 году я там познакомился с профессором физики. И мы с ним тоже вступили в дискуссию, господин Батурин. Я говорю, а как же вы вот это... Астрология изучает влияние небес и светил на планету Земля. А физика, он мне начал... А вот физика это... А вы, говорю, ходите в драных штанах, в носках. Вам даже не за что купить носки. А я каждый день могу себе это позволить. Хоть каждый день могу себе носки покупать и штаны тоже. И вот наша дискуссия этим чем закончилась. Вы докажите, что астрологии нет. Вы докажите, что влияние планет на человека, на все живое, это чушь. Вы этого никак не докажете. Потому что планеты реально существуют на небе. Это доказано астрономами. И они, естественно, оказывают влияние на все живое, на планете Земля. Ну какой результат работы вообще астролога? Вот приходит человек, и он говорит, мне нужен, значит, гороскоп, да? Гороскоп называется? Ну это я уже, да, это натальная карта, гороскоп, космограмма. Это я уже предлагаю ему заказать, да. Ну и что это такое? Что там, там перечень того, что надо делать? Да, да, да. Гороскоп в переводе с реческого это сложный чертеж. То есть то, что нам подают, это, конечно, далеко не астрология и далеко, это не гороскопы. Это всего лишь примитивные астропрогнозы. А чтобы составить индивидуальный гороскоп, нам надо, во-первых, время. Во-вторых, надо определенные данные. То есть все практически, что ты знаешь о человеке, основные. Это фамилия, имя, отчество, дата рождения, где человек родился, потому что разница есть большая. Полтава и, допустим, Мукачево, или, допустим, Одесса и Житомир. Учитывается широта, долгота, город, страна обязательно. Ну и желательно время рождения. Я нахожусь сейчас на таком уровне, мне, собственно говоря, это не обязательно использовать, потому что я профессионал. Ну это инструкция того, что надо делать, или просто картина того, что будет? Это те критерии, по которым составляется индивидуальный гороскоп. Сначала натальная карта, космический паспорт человека, а потом уже составляется гороскоп. Проводятся транзиты, есть специальные таблицы, эфемериды. Они есть на 20 век, на 19 веке, на 50 лет, на 21 веке. И там учитывается все расположение небесных светил на каждого человека. Ну это рекомендация, вот человеку отдано, дан гороскоп. И там написано, ты должен сделать то-то, то-то, то-то. Или там уже сказано, вот у тебя будет то-то, то-то, то-то. Есть выбор? Ну конечно, конечно. Есть такая пословица, звезды управляют дураками. А умны звездами своими. Кто предупрежден, тот вооружен. Одно дело стукнуть молком по пальцу, другое дело попасть под автомобиль. Совершенно разные вещи. То есть судьба человека не предопределена? Конечно, не предопределена. Каждый человек может повлиять на свою судьбу. Главное, чтобы у него был гороскоп, факел в жизненном туннеле. Я так понимаю, гороскоп это просто показывает, вот здесь ты можешь, если так сделаешь, ты получишь плюс. Да, да. А здесь ты получишь минус. Это даже не гороскоп, это сама есть суть астрологии, понимаешь? То есть астрология дает человеку право выбора. Если астролог ему сказал сегодня не лететь в самолете, и человек выполнил, они могут погибнуть, а он остается в живых. Так же, как и в автомобиль. Не садись сегодня в машину и не езжай. Есть свобода воли? Конечно. Есть такая пословица, судьба это автопилот для ленивых. Вот если говорит астролог, вот надо делать так, то получается астролог управляет этим человеком. Конечно. Потому что у него есть знания. Полностью доверяет этому человеку. И своя воля как бы отчаялась. Все очень просто объясняется. Все люди есть простые смертные. А астролог есть проводник знаний. То есть он уже избранный. По-другому никак. То есть каждый человек может повлиять на свою судьбу. Если у человека плохо планеты расположены в момент рождения, у него есть выход поменять дату рождения, поменять фамилию, поменять место жительства. Если человек родился в солнечное затмение, это конечно плохо. Это фатально. Это фатум, рок его преследует. Ну, он может, собственно говоря, поменять дату рождения. Но фаталисты, им очень сложно повлиять на свою судьбу. Вообще, что такое судьба? У одного человека, например, судьба на огороде всю жизнь. Да, раком стоять. У другого там в замке жить. Вот как тут... Вот как можно вообще человек... Вот, например, человек работает постоянно на огороде. Он же в замке уже не будет жить. Ну, все зависит от человека. Почему? Он может работать в огороде и найти клад. Я понимаю. Да. И потом разбогатеть и купить себе хороший дом. Пусть и замок, но дом хороший. Сколько таких случаев было в мировой практике? Изначально, если мы посмотрим на людей, выйдем там в город, и идет человек, мы уже понимаем, ага, этот человек, он будет жить нормально. А этот, он все время... Он живет уже хорошо. Живет уже хорошо. И уже мы... А у этого все он себя в рамки поставил. Вот у него конкретно работа за копейки, семья, эти сопливые дети, вечно недовольная жена и так далее. Проблемы со здоровьем. Да еще, может быть, старые родители, которые постоянно плачутся и требуют внимания и так далее. Условия жизни таковы, вот объективные условия жизни. Мы не можем переступить через эти условия жизни. Ну, почему? Есть такие люди, которые влияют на свою судьбу. Они вполне могут быть. Астролог дает конкретную задачу, дает право выбора. Вот ты сегодня, допустим, не садись за руль, а поедь рейсовым автобусом, например. Или пусть тебя знакомый отвезет, или такси возьми. Все. А человек не слушает. Он посмеялся и все. Сколько таких, за мою практику было таких случаев, да? Я ему говорю, вот сегодня не надо. Вот в астропрогнозе, астропрогноз дается на год, да? Я человеку даю там прогноз. Вот в этот период вам лучше за руль не садиться. Потому что там могут быть аварии, да? А как делается прогноз? Вот. Что это технически? Ну, это долго рассказывать. Ну, хоть самое основное. Ну, даже к чему хоть привязаться? Я уже объяснил. Составляется индивидуальный гороскоп. То есть, это чертеж определенный, учитывая расположение небесных светил. То есть, планеты. Солнце, Луна – это наши светила. Луна – отражатель Солнышка. А дальше уже идут планеты. Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. И идут транссатурнские планеты. Ну, если это чертеж. Это же можно сделать автоматизированно. Ну, я покажу. Я вам покажу, что такое настоящий гороскоп. Составленный мною на известных людей. Это Ющенко, Янукович, значит, этот, Мамай и Матковский. Вот у меня есть на них гороскопы. Они давно составлены? Да. На Ющенко в четвертом году. В четвертом году я составлял на Ющенко гороскоп, когда была предвыборная компания Януковича. Я поддерживал Януковича. И, значит, в десятом году я составил на Мамая и Матковского. Ну, как они? Оправдались? Гороскопы? Да. Да, все работает четко. Даже, например, взять Янукович. А у него был выбор другой? Или вот у него предопределено... Янукович, это очень сложный человек. Значит, что касается его, вот этого бегства из страны, в каком? В четырнадцатом году, да? Ну, что я могу сказать? У меня в десятом году была рекламная акция в центре Мариуполя. Вот. И когда я им говорил, мариупольцам, что в ваш городе ждут страшные потрясения, и вы напросто встречаете Януковича, вот, что он сбежит из страны, то там недовольные гражданки вызвали даже милицию. И мне пришлось пройти в отделение милиции. Было такое. Это было одиннадцать лет назад. Такое. Но мои прогнозы сбылись, и я оказался прав. Янукович стал президентом в десятом году, и в результате он лишился власти в четырнадцатом году. И в восьмом году, в октябре, я проводил тоже рекламную акцию в Черновцах. Я сказал, что Ющенко уже никогда президентом не станет. Это уже все. А будет Янукович. Ну, тоже толпа собралась, там, в центре города, возле театра. И там мужчина встал на мою защиту, а я с собой даже паспорт не взял, он не остался в гостинице. Так что разные ситуации были. Ну, даже если взять астрологию жизни. Вы же говорите, что расчеты там, да? Да. Я, по сути, я вас вижу опытного человека просто по жизни. И я так понимаю, вы видите человека, уже понятно, что это за человек. Ну, я сначала провожу с ним индивидуальную консультацию, чтобы с человеком пообщаться, понять его, что он из себя представляет. Ну, естественно, просмотрю его астрологические данные. Одинаковых людей не бывает. Даже если два человека родились в одно число, месяц год, у них разница может быть, в чем это, в месте рождения и во времени рождения. Ну, я к чему веду? Просто ваш опыт общения с людьми, он весит больше всех расчетов. Да, ну, конечно. Вы просто смотрите на человека и уже можно составлять гороскоп. Ну, Саша, так же было не всегда. Поначалу у меня, естественно, получался бред сивой кобылы. А потом прошел 93, 94, 95, 96 и пошло-поехало. На данный момент, где даже уже не надо составлять гороскоп, я и так вижу будущее человека. Ну, я же за это... Да, да, да. Расчеты эти даже не нужны. Просто опыт и общение со многими людьми... Да, да. Уже там все как бы... Опыт, общение это само собой, но должны быть знания. То есть, от чего плясать? От печки плясать. Это такие... Я вот слушал Кашпировского, я вот раньше говорил, и он рассказывал, что перед моим взором прошли миллионы людей. И я смотрю на человека, мне уже все понятно, то есть, уже компьютер как бы автоматически высчитал... Да, 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 да. Высчитал полностью его как бы... Кашпировский, это не просто психотерапевт. Глоба его считал черным магом, он на него гороскоп составлял. Вот. И я читал про Кашпировского, и не только про него. Как там были планеты расположены, он лев по зодиаку. Это действительно известная личность, но что-то у меня такое подозрение... Я просто как пример. Я не Кашпировский. Кашпировского по поводу... Как по мне, так я думаю, что его уже в живых нет. Там какой-то двойник, может быть, и есть, и все. Он уже исчерпал себя, как, так сказать, как пассажир на этой земле. То есть, люди себя исчерпывают, да? Ну, конечно. Канеглоба тоже себя исчерпал. Как он начал материализоваться, все. У меня есть знакомый врач, он уже на пенсии, и... Посмотрите там в мои глаза. Он говорит, я уже не чувствую. То есть, ну, он уже, ему 83 года. А, ну, конечно. Он говорит, я уже... Он отличный был окулистом. То есть, получается, вот если быть астрологом, то приходит время, когда все... Ну, уже нет внутреннего ресурса. Может быть такое, или не может? Ну, и я, собственно говоря, не забегаю далеко вперед. Но, так как я патриот своей родины, Полтавы, Украины, я буду работать до конца. Заниматься астрологией, магией, давать прогнозы, влиять на ситуацию, как смогу. В моих планах это снять проклятие с Полтавы, которые шведы. Почему они нам каждый год платят миллионы гривен? В чем проклятие? Да, это реальный факт, значит. После Полтавского сражения в 709 году, как мы знаем, вот, группа шведов, пленных, Петр Первый объезжал же поле и увидел группу этих же пленных шведов и попросил хозяина этого крестьянина накормить их. А тот говорит, ваше величество, кобыш были чаны, вот и пошло название одного из районов Полтавы, кобыш чаны. Так же, как и Ворскла, Ворскскла, там же, действительно, Петр Первый потерял стекло. Да, так вот, группе этих шведов удалось окольтными путями вернуться в Швецию. И один пошел в услужение к Черному Магу, овладел за 30 лет этим искусством. Ну, и они провели ритуал, прокляли Полтаву на 300 с чем-то лет, поэтому, действительно, в Полтаве очень люди тяжелые, это так и есть реально. Вот я сижу вот рядом с вами и я ощущаю мощную энергию. То есть, вы человек с большой энергией, просто фонтан. Да, да. Это первое. Второе, опытный человек, потому что со многими людьми вы общались, это, то есть, уже там все разложено у вас по полочкам. К чему я веду? Вот вы сказали расчеты, и тут же же я вижу как бы опытного человека и очень энергичного. И мне кажется, дело не в расчетах, а в опытности и в энергии. В расчетах тоже. Прежде чем давать человеку астропрогноз, вот, как говорится, слово не воробей, вылетишь, не понимаешь, я, естественно, составляю на него гороскоп, но на многих своих постоянных клиентов я гороскоп их помню наизусть. Если я с человеком пообщался, я уже, может, число месяц так и не запомню, но кто он по зодиаку, по солнечному знаку я помню однозначно, понимаете. А у меня очень много клиентов, то есть я общаюсь, месяц могу ни с одной сотней людей пообщаться. Ну, сейчас, конечно, из-за карантина нет, но тем не менее. Вот. И для меня, собственно говоря, сейчас составлять гороскоп на человека, я считаю, это лишнее. Я могу астропрогноз сделать без составления гороскопа. Это реальная правда. То есть знание у меня есть. Вот вы рассказываете, а у меня же тоже крутится, что снять проклятие с Полтавы. Вот тоже, вы настолько воодушевляюще говорите. Проклятие с Полтавы будет снято. То есть вы воодушевите людей. Конечно. Ну, вот в чем дело. То есть энергия фонтанирует, и можно воодушевить людей. Да. Они вялые. Дохлые. Дохлые. Я думаю, мы это изменим. Как только Юпитер войдет в знак Овна, это будет 2023 год. Я думаю, для Полтавы произойдут большие изменения. Даже это будет не 2023 год, а 2022 год. Когда Юпитер войдет в конце этого года, 2021 года, в знак Рыбы, на больше, на год он войдет. Вот. И тогда для Полтавы будет очень хороший период. Сейчас для Украины, такой период, это цикл Сатурна. Цикл Сатурна 29,5 лет. У каждого человека в 29 лет, ну, плюс-минус, и где-то в 59 лет. Вот. Всегда 58, 59 очень сложные периоды. Я наблюдал, я анализировал, я общался в жизни. Так вот, для Украины сейчас как раз период, когда мы прошли вот эту отметку, 29,5 лет незалежности. И вот сейчас, когда враг у ворот у нашего дома, а мы знаем, что путинские войска по периметру окружили Украину, начиная с Крыма, это у нас Донбасс там на востоке, и север, это Белоруссия, и наши северные границы, да, Черниговская область, Сумская область, Украина окружена. Так вот, значит, я смотрел по транзитам планет, значит, там ситуация будет такая, если до лунного затмения, которое состоится 26 мая, то есть практически через месяц, Путин не начнет войну против Украины, значит, мы этот период, считай, пережили. Но, дело в том, что по всей вероятности ему сделали такой прогноз, ему надо или начинать войну, или он умрет, одно из двух. Дело в том, что Путин менял свою дату рождения, он родился 52-й год, 52-й год, 7-го октября, но он менял свою дату рождения не один раз. Каждый ли человек может быть астрологом? Нет, нет. Привожу конкретные примеры своей практики, жизни. Значит, 25 марта 1992 года Полтава, дом политпросвещения, выступление Глобы, а потом Давыдова. Полный зал, 800 человек, и все жаждали быть, вникнуть в эту науку, не стать астрологами, вникнуть просто. Проходит 5 лет, вы знаете, из этих вот 800 человек, это очень короткий период, конечно, ну, почти ничто, я не знаю, ну, наверное, человек может быть 15-20, стали продолжать заниматься уже как бы для себя астрологией. я, конечно, посмотрел на этот цирк в тот день и понял, что, как говорят, нам не по пути, нам не по пути просто. Я решил заниматься, приобретать знания астрологии именно практически, то есть, общаться с людьми, вот, я стал ездить по городам, я ставил конкретную цель, вот, я приезжал в город за свой счет, целился в гостинице или там снимал жильем, вот, и на следующий день по принципу волка ноги кормят, шел, искал себе клиентов, договаривался за лекцией, так как у нас менталитет такой в стране, своеобразный, мне приходилось, да еще не раз, наверное, придется, читать лекции бесплатно, но я никогда по этому поводу не заморачивался, не горевал, вот, главное было договориться, я выходил или на директора, или на представителя правкома конкретной организации, сразу я им давал астропрогноз, характеристику астропрогноз, они видели, что человек профессионал и позволяли мне читать лекцию, лекцию я сочинил сам, лекция очень интересная, она действительно всегда будет пользоваться популярностью, обзорная лекция практическая астрология, туда входит история астрологии, предсказания Анастердамуса, 12 даков Зодиака, будущее мира России, Украины, Полтава глазами астролога и коротко разом, то, что народ сейчас очень интересует и всегда интересовал, и 10, и 20 лет. что не у всех людей настолько большое как бы энергетическое поле, да? Конечно, да, да. Они из-за малой своей энергетики они не смогут стать астрологами, плюс не все люди умеют общаться, просто, и они не могут опыта этого приобрести общение с людьми, правильно? Саша, все зависит от расположения небесных светил в момент рождения. Если у человека хорошо аспектированы именно солнышком, а дальше уже с Меркурием, с Марсом, именно планета Уран, которая покровительствует астрологам и астрономам, человек может развить астрологические способности. Плюс у него в свое время откроется третий глаз, он называется влагалище глазного яблока. И пусть невеже смеются, но это реальная правда. А правда это как проститутка, ее хотят все, но никто не любит. Надо просто понимать. Насколько опасно быть астрологом. Вот я понимаю, вот есть сильные мира сего, ну, например, там, председатель какого-то совета местного, да, и тут вдруг появляется астролог, который умнее председателя. Председатель, у меня и председателя. Ну, энергичный, более энергичный, более там, более опытный человек. Мне вспомнился, по этому поводу вспомнился этот советский фильм «Золотой теленок», да, как там этот председатель, который постоянно сидел, да. Вот как, как, взаимоотношения. у меня самые крутые клиенты, это у меня были президенты Украины, да, Ющенко Янукович, вот, ну, мэры городов, все такое. Ну, во-первых, с ними напрямую я никогда не общался, то есть, всегда были посредники, да, вот, но я не думаю, что они такие уже умные, вот, но тем не менее, они платили деньги, я работал на них, это да, платили хорошо. Любой человек, который, как бы, стоит высоко, он не потерпит, он не потерпит конкуренту. Ну, а китайская мудрость растит, Не потерпит. Ну, астролог ему не конкурент. Ну, как же не конкурент, если он более энергичный, он более опытный человек. Дело в том, что астролог, он никогда не будет стремиться к власти, а тот, кто стоит у власти, он боится ее потерять, потому что власть это все, власть это что? Слава, известность, деньги, богатство. А почему астролог не будет к власти? стремиться. А зачем? Астролог, это есть человек, который есть проводник, проводник определенных знаний. Вот, например, к императору Нерону пришел к астрологу и говорит, я хочу у тебя служить. Вот, я тебе буду делать гороскопы, там, прогнозы, вот, и пока я буду на тебя работать, значит, ты будешь у власти. И вот, представь себе, Нерон, он пережил Нерона, у него было все, дворец, наложницы, деньги, в таком плане. Но он, естественно, делал прогнозы императору. Тогда, что и почему. Цель жизни астролога, вот. Знания. Просто знания. Да, знания. О мире, который его окружает. Да, 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 да. Глубокое понимание сверки. Выражаясь языком простого смертного, научиться до конца жизни в этом воплощении отличать петуха от попугая, курицу от вороны, угольную пыль от сахарного песка и так далее. И пылесос от веника. Как с деньгами вообще? Нужны деньги астрологам? Ну, много денег. Ну, чтобы можно было купить там дорогой автомобиль, там внедорожки. А зачем? Ну, вот я спрашиваю, это насколько это важно? Вообще, вообще астролог должен вести аскетический образ жизни. Ну, конечно, не питаться личным илом и так далее, да? Но, тем не менее, я не говорю, что я уже там, тем не менее, я веду аскетический образ жизни. Я разрешаю вам показать мои условия жилья и так далее. Вот. Пусть народ посмотрит, ну, как сказал Соломон в свое время, так будет не всегда. Так что, все изменится, все меняется. Да, я планировал до 50 лет заниматься астрологией, а потом уже оставить эту науку, но я вижу, что я еще, наверное, определенное время буду заниматься этой наукой, магией, буду заниматься рунами, я сейчас рунами занимаюсь. Неужели, если человек занимается астрологией, неужели он может кинуть это дело? Ну, как говорят, не все же вечно под луной. Так а чем дальше заниматься? Вот если не астрология, чем может еще заниматься астрология? Пускай на меня будут работать мои ученики, а я буду их контролировать. А почему бы не создать астромагическую империю Верещагина? Звучит, звучит. Ученики есть? Да, есть. Немного, но есть. Я пытался и буду пытаться дальше создать в Полтаве именно, потом в других городах, астромагическую академию астрологии, магии, оккультных наук. У них есть такая? Я листовочку тебе могу подарить даже, у меня есть. У меня есть ученики, которые у меня учились и которые сейчас уже сами развиваются. Самое интересное, когда у человека открывается влагалище глазного яблока, то есть третий глаз. Звучит интересно. Ну, это невеже не понимают, а те, которые посвящены, они понимают, что это влагалище. Я смысл понял, это полость некая. Да, у меня открылся третий глаз, влагалище магическое, третий глаз. Я вижу сны, мне снятся каждую ночь именно цветные сны, я их вижу. Вот, мне, например, сегодня тоже вещи сон снился. Недавно мне снилось будущее Украины, что нас ожидает. Я еще лет 15-10 назад предсказал, что Украина разделится по Днепру и, скорее всего, так может быть. Уже к этому идет. 14-й год это показал, что действительно наступила гражданская война. Все может быть. Запомните, ничто не вечно под луной, все меняется. Поэтому сейчас я хочу вам сказать, готовьтесь, готовьтесь. Лучше не будет в этой стране. Нам еще предстоит испытание. Запасайтесь гречкой, кильками, мукой, керосиновой лампой, спичками, свечками и так далее. Как я и предсказывал, не будет транспортный коллапс, я это писал в комментариях. Вот. И был действительно коллапс. В прошлом году, год назад, не ходили электрички, не ходили маршрутки. Это реально произошло. У меня есть подтверждающие моим прогнозом, что они сбылись. Но будем оптимистами и будем надеяться на лучшее, что мы все-таки без войны доживем до 24 августа. И отметим 30-летие великой Украины незалежности. Нас просят прерваться. Готово, да, хорошо. Прерваемся. Все, прерваемся. И с меня тоже. С меня так. А потом продолжим. Озеро находится в очень магическом месте. Придет время об этом озере узнает и Европа, и Америка, и Азия. Придет время здесь будут плавить крокодилы, аллигаторы. Причем не такие уже маленькие, как в Диле плавают. Вот. И в Юго-Восточной Азии. Вот это место через несколько лет станет знаменитым. Сюда будет паломничество и религиозных фанатиков, и черных магов, и сатанистов. Сюда будут приезжать многие люди, потому что здесь энергетика очень чистая, очень хорошая. Сюда будут приезжать и с западной Украины, и со Львова, с Ровенской области, Житомирской, а также Черновцов. Карпаты. Там лес весь повырубают, а сюда заведут крокодилов. Здесь будут аллигаторы плавать 2023 год. Здесь будут плавать большие аллигаторы, очень большие. Будет так.